МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа ДО-12 и новости Республики на телеканале Регион-12 в студии Юлия Чурикова. Более 20 предприятий города и Республики приняли участие в акции по сбору помощи пострадавшим от наводнения жителям Кубани. Продуктов, вещей и стройматериалов собрали на сумму почти в 700 тысяч рублей. Арбузное время еще не пришло. Специалисты Роспотребнадзора советуют любителям бахчевых выждать еще пару недель, пока в продаже не появятся арбузы и дыни, созревшие не под пленкой. Макушка лета. Понижение температуры в воздухе до вполне комфортных плюс 25 синоптики обещают не раньше, чем в середине следующей недели. Гуманитарная помощь жителям Краснодарского края из Мариэл поступит ближе к выходным. Более 20 предприятий города и Республики приняли участие в акции по сбору помощи. Всего на сумму почти в 700 тысяч рублей. Два дня на сбор гуманитарной помощи. Во вторник на склад при Департаменте экологической безопасности Республики стали подвозить продукты, вещи. То, что прежде всего необходимо пострадавшим от наводнения на Кубани. Правительство в экстренном порядке организовало сбор гуманитарной помощи. И промышленные предприятия откликнулись, и предприятия торговли. Органы исполнительной власти Республики Мариэл организовали эту работу по сбору средств. В первую очередь откликнулись промышленные предприятия. Это такие, как мясокомбинат, ЗАО «Марийская», объекты сельскохозяйственного производства, ЗАО «Акашевская». Собрано уже около пяти тонн воды, четырех тонн консервов, более тонны сахара, есть крупы, а также текстиль и обувь. Многие частные предприниматели привозили вещи безотчетно, помогая, пусть и не масштабно, но по возможности. За рулем большегрузов поедут водители без смены. Путь в 1800 километров, как признаются опытные рулевые, это немного. И справиться можно. Хорошо, что в сопровождении будет врач на всякий случай. Но не только предприятия и частные фирмы откликнулись помочь жителям Кубани. Где-то локально на фирмах люди собирают деньги. При православном центре масштабно готовы принимать помощь от населения с 7 утра до 9 вечера. Но только новые вещи, а продукты длительного хранения. Крупы, чай, консервы, сахар. Активность людей пока невысокая. Сотрудники центра надеются, что причина тому – неинформированность людей. Ожидая, что ситуация изменится. Ну, здесь у нас на вахте, значит, дежурство организовано. Со стороны МЧС дежурные бывают и наши сестры Милосердия. Хотелось бы, чтобы побыстрее собрать эту помощь для того, чтобы отправить тогда, когда она действительно необходима. После связи с пострадавшей стороной акцент в гуманитарной помощи попросили сделать на пиломатериалах. А их от Морел будет направлено две фуры общим объемом 32 кубометра на мотопомпы и на питьевую воду. И в то же время для жителей Краснодарского края сейчас все актуально. И питание, и одежда, постельное белье – все, что пригодится в хозяйстве. Республика из резервного фонда оплачивает расходы по транспортировке. Жители, не имеющие возможности привезти вещи или продукты в православный центр Ешкаралы, могут поучаствовать финансово. Расчетный счет для перевода денежных средств вы видите сейчас на своих экранах. Больше дворов – хороших и разных. Под таким девизом этим летом в Ешкарале проходят работы по благоустройству дворов. В выпусках новостей телеканала «Регион-12» мы следим за тем, как идет ход работ во дворах города. Но, как признаются в мэрии, абсолютно все нуждающиеся в ремонте дворы нынче облагородить не получится. Работ хватит и на будущий год. Ну а наша съемочная группа побывала в одном из городских дворов, где работы только-только начались. Один из первых домов в списке – 41-й по улице Героев Сталинградской битвы. Военный пенсионер Николай Аскаров живет в этом доме уже 32 года. И на его памяти не было ни одного ремонта дома или двора. Жильцы, конечно, пытаются благоустроить двор своими силами, разбивают под окнами цветники. Но эти меры не в силах скрыть общий неприглядный облик дома. Три фонаря вдоль дома стоят во дворе. Из трех фонарей больше года ни один не горит. Во дворе все темнота. Хорошо сейчас летний период, как говорится, все же поздно темнеет. А так, как вечер, особенно в зимнее время, никому ничего не надо. Местных жителей волнует множество проблем. Текущий подвал, трещины на балконе, близкое расположение мусорной площадки, что делает невыносимой жизнь людей в такую жаркую погоду. Во всех своих бедах местные жители винят новый дом, построенный по соседству. Во время его возведения тяжелой техникой в их дворе была разбита дорога. На фасаде появились новые трещины, вырубили большинство деревьев. Да и мусорную площадку к их дому перенесли подальше от новостройки в нарушение санитарных норм. Людей понять можно. Но и у администрации есть оправдание. Дом был построен военными. Почти 30 лет состоял у них на балансе. А потом был попросту переброшен в муниципалитет у города без предварительного капитального ремонта. И все проблемы достались администрации по наследству. Городские власти намерены продолжить ремонт дворов и в 2013-2014 годах. Список домов, требующих ремонта, составляется и с учетом мнения самих жильцов. Те жители, которым необходимо действительно дворовую территорию благоустроить, на их взгляд необходимо, я порекомендовал бы проводить общее собрание жильцов в этом доме, принимать соответствующие решения и с ходатайством выходить через управляющую компанию в администрацию города. В планах не просто заасфальтировать дворы, но и провести целый комплекс работ. Сделать стоянки, провести инвентаризацию и вырубку старых и стихийно растущих зеленых насаждений, посадить новые деревья и кустарники, установить детские игровые и спортивные комплексы. Словом, сделать двор комфортным для отдыха взрослых и детей. Работы по ремонту дворов в городе будут продолжаться до конца сентября. Николай Аскаров надеется, что благоустройство его двора – первый шаг к решению всех проблем дома. Рабочие, которые рьяно взялись за благоустройство двора, радуют. Николай надеется, что потом примутся и за сам дом. На днях в Ешкарале начали продавать бахчевые – арбузы и дыни. Как говорят продавцы, ранние сорта выращенные под пленкой. В республику их привозят из Астрахани, Волгограда и Узбекистана. За несколько суток бахчевые расходятся по торговым уличным точкам. Чтобы не столкнуться с некачественным товаром, специалисты советуют покупать плодоовощную продукцию только в разрешенных и официальных местах. В этом году, кстати, как и в прошлом, их в Ешкарале 21. Полный список разрешенных мест продажи бахчевых культур опубликован на сайте администрации города. Впрочем, и правила продажи южных фруктов из года в год не меняются. Санитарно-гигиеническими требованиями запрещается реализация бахчевых земли навалом. Также нельзя продавать арбузы и дыни надрезанные и частями. Продавец, который продает арбузы, должен иметь при себе личную медицинскую книжку, в которой должна быть отметка о допуске к работе, то есть медицинский осмотр и геническое обучение пройдено. Также он должен предъявлять и иметь при себе документы, подтверждающие качество безопасности арбузов и дыни. Это декларация о соответствии. По лабораторным исследованиям, за последние несколько лет мы нитраты в арбузах и ядохимикаты не обнаружили. До середины августа поступившие в продажу арбузы считаются ранними. По словам продавцов, это не значит плохие. Однако специалисты Роспотребнадзора говорят, что покупка бахчевых в июле, и что немаловажно у дорог, сродни лотерея. Неизвестно, какой попадется. Гарантия качества – наличие документов. Санитарные врачи советуют – не стесняйтесь, спрашивайте. Хотя лучше выждать пару недель, пока не привезут партию арбузов и дынь, созревших в открытом грунте. В Мариел растет число уличных грабежей. В полиции обращают внимание на участившиеся случаи подобных преступлений. Только с начала июля в республике зарегистрировано 15 случаев. Из них 7 раскрыто по горячим следам. Так, на днях около 6 часов вечера на улице Анциферова неизвестный ограбил 51-летнюю ешкаролинку. Добычей стала золотая цепочка стоимостью 50 тысяч рублей. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. На следующий день в Аршанском районе от рук грабителей пострадал 49-летний мужчина. Двое злоумышленников украли у него мобильный телефон и мопед. Правда, транспортное средство было найдено в этот же вечер. В настоящее время ведется поиск грабителей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Ведется следствие. Под плюс 40 на солнце. Время самых жарких дней лета. Такая погода сохранится в Морил еще почти неделю. Не раньше 18 июля через наш регион пройдет холодный фронт Южного циклона, который может принести ливневые дожди с грозами и понижение температуры воздуха до вполне комфортных плюс 25 градусов. По предварительным данным, в последней декаде июля погоду в Морил будут определять циклоны. Поэтому пройдут дожди, но не затяжные, а как обычно летом – локальные. Температура воздуха днем до 29 градусов. Для одних гордость, для других – пример. Семейные пары сразу нескольких поколений собрались на днях в Медведеве. В День Петра и Февронии российских покровителей семьи и брака не только честовали крепкие семьи, но и обсуждали, чего не хватает современному поколению для сохранения брака и что может стать основой крепкой семьи. Вот так рука об руку Римма и Василий Елькины до сих пор идут по жизни. Три года назад они справили золотую свадьбу. Семь детей, 11 внуков и 6 правнуков. Когда собирается вся семья, а это больше 30 человек, дом трещит по швам, шутят пенсионеры. И хотя им уже далеко за 70, они до сих пор помнят свой день свадьбы. Василию Григорьевичу не пришлось далеко ехать за невестой. Их разделяли 4 дома. Нас никто не свадал. Мы сами любили, дружили, ходили раньше и позже не было потом. Так, вечер такой немножко маленький был и все. Не знаю, все, в деревне с конец, они зачатывают с вами. Посмотрите, какие они красивые. Так вот, чтобы наши молодые семьи доживали до таких лет, чтобы они справляли эти красивые свадьбы. 1, 25 и 53 года. Встреча семей с разным семейным багажом не только в добрых традициях Медведевского района. Для молодых это хороший пример семейной жизни, для поколений постарше – повод почувствовать себя еще моложе. Пожилые люди, они уже прожили столько лет, и поэтому нам хотелось подать пример вот этим молодым семьям, что нужно обязательно сохранить свою семью, а семья – это святое. И чтобы все эти молодые пары точно так же прожили долгую, счастливую семейную жизнь. Во-первых, это интересно, это полезно. Опыт, он всегда нужен, я считаю, семье тем более. Потому что люди, которые прожили всю жизнь, больше нас намного знают, и нам есть, что в них перенять. Психологическая и материальная неподготовленность, беременность до замужества, для супругов от 40 лет, отсутствие интереса друг к другу, особенно если дети уже выросли, и общих забот стало меньше. Все это психологи называют основными причинами разводов. Так, только за шесть месяцев текущего года в республике из более двух тысяч браков почти половина разводы. Молодежь сейчас, нельзя сейчас, не работать, как мы работаем. Сейчас их не заставляешь понять. Уже пошло такое, неспокойный народ. Мы ведь трудились, показали взрослые, уже бежали, куда-нибудь спрятали. Сейчас ведь в глаза лезут, не боятся никакой. Римма и Василий Елькины при вопросе о том, считают ли они себя идеальной семьей, только смущенно улыбаются. А универсального рецепта семейной жизни, говорят, не бывает. Главное – сохранить уважение друг к другу и помнить, что семья – это одно целое. Сегодня, 12 июля, Петров день, или День поминовения святых апостолов Петра и Павла. Один из православных праздников, знаменующих окончание Петрова поста, который в этом году длился чуть больше месяца. Нынче Петров день стал юбилейным для Петропавловского прихода поселка Мари-Турек. 250 лет назад, в 1762 году, здесь был построен первый храм, освященный во имя апостолов Петра и Павла. Церковь была деревянной и до наших дней не дошла. Нынешний храм был построен здесь уже в 90-е годы XX века. Сегодня же в Мари-Туреке состоится освящение Дома Милосердия, построенного прихожанами и предназначенного для размещения людей, потерявших крышу над головой или оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь будут готовы принять нуждающихся не только из нашей республики, но и из других регионов России. Причем все будет оформлено юридически. При заселении нужно будет подписать договор, одним из пунктов которого, кстати, станет полный отказ от алкоголя и курения на все время проживания. По дорогам и вне дорог. Сегодня в рубрике «Путеводитель по республике Мари-Л» заключительная часть отчета об экспедиции по самым интересным и красивым местам исторического расселения народа Мари. От озера «Морской глаз» до каменистых вятских увалов, что в Кировской области, проведенной любителями полноприводных автомобилей из клуба «Марийское внедорожное движение» совместно со съемочной группой нашего телеканала. Утро заключительного дня экспедиции. Начинаем с купания в озере Шайтан. Кстати, вода здесь прогревается не совсем равномерно. На поверхности примерно метровый слой теплой воды, а под ним уже совсем холодная. Так что отплывать далеко от берега не стоит. Может запросто свести ноги. Пока лагерь просыпается и собирается, оставляем слова благодарности в книге отзывов. Несмотря на то, что лежит она на видном месте и даже ручка присутствует, некоторых туристов это, видимо, не устраивает. И свои автографы они наносят прямо на беседку. Печальная, но характерная черта многих притягательных для туризма мест. Поскольку экипажи из Татарстана покидают нас этим утром, делаем групповой снимок на память и прощаемся с единомышленниками и к озерам Шайтан. Лесной участок проезжаем так же, как и накануне, на Сцепке, после чего своим ходом продвигаемся до деревни Индегойка. Суровое Кировское село, затерявшееся в Уржумской глуши, неожиданно встречает нас электронной музыкой на совершенно безлюдной площади имени СССР. Картина весьма сюрреалистичная. Впрочем, как всегда, поджимает время. И мы двигаемся дальше. По пути Дмитрий Лавринов, руководитель клуба МВД, рассказывает нам о том, как проходят в Мариел спортивные соревнования внедорожников. Именно наш клуб организовал уже три полноценных трофи-рейда. Мы также принимали участие в организации и проведении так называемого Кубка по Олжьям. На соревнования приезжает порядка 50-60 участников. Очень большой популярностью пользуются стандартные автомобили. То есть люди пробуют, пытаются пробовать свои силы в полноценном соревновании, поучаствовать. Это очень сейчас популярно. Приезжают на совершенно стандартные автомобили и участвуют. В принципе, ничего сложного нет. Из своего опыта могу сказать, что поучаствовав даже в одном таком соревновании пилот такого экипажа, он получает неоценимый опыт. И, соответственно, навыки преодоления бездорожья, это, разумеется, ему пригодится в жизни в любой момент. Текущая задача – поиск моста через реку Немда – неожиданно усложняется. Там, где на карте обозначен мост, в реальности только его остов, пригодный разве что для пешехода. Но в паре километров отыскивается брод с небольшим мостиком. Заряженные джипы смело лезут в воду, а стандартный внедорожник аккуратно перебирается по мосту. Наша следующая цель – пещера Чёртова Печь, что в окрестностях города Советска. Здесь крутой каменистый берег нависает над Немдой. Известниковые отложения образуют систему уступов, по которой можно передвигаться вдоль берега на разной высоте. В метрах в 20 над рекой и находится Зараменская пещера или Чёртова Печь, получившая своё второе название из-за сходства с печной топкой. Однако пещера – название скорее условное. Скорее это грот небольших размеров. Однако внутрь ведут два узких лаза. И туда устремляются сначала маленькие, а затем и взрослые участники экспедиции. Наши железные кони прожорливы, а до дома ещё далеко, поэтому заезжаем на автозаправку. И здесь же проводим небольшое техобслуживание. Каждый пилот внедорожника – это ещё и опытный автомеханик, потому что вдали от цивилизации в случае поломки можно рассчитывать только на собственные силы и помощь друзей. Заключительный пункт, который посетит сегодня наша экспедиция – это гора Чембулат. По преданию, в глубине горы спит древний князь народа Мари – богатырь Чембулат, который проснётся, если над этой землёй и её жителями нависнет опасность. Полюбовавшись красотой этих мест, мы собираемся в обратный путь. Экспедиция подошла к завершению. Для того, чтобы насладиться красотами, насладиться прекрасными видами, насладиться природой, насладиться отдыхом, не обязательно ехать куда-то за моря, не обязательно ехать в другие страны. Всё это находится у нас здесь. Главное, чтобы было желание, чтобы было немного свободного времени, вы сможете прекрасно отдохнуть, не отъезжая далеко от своего дома. Всё это можно сделать, потратив буквально пару выходных дней. С вами был путеводитель по республике Мариел. Очень приятно, что вы совершили это путешествие вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова